Сочи Крюков парировал этот удар, но оказавшийся первым у мяча Александр Ширко без помех направил его в осиротевшие ворота. 1-0. После забитого мяча игра проходила с переменным успехом. Сочинцы предпринимали попытки сравнять счет, но им не хватало точности на завершающей стадии атак. На исходе первой половины встречи после флангового навеса Богатырева мяч, посланный слету Кузнецовым, пролетел чуть выше перекладины. Во втором тайме сочинцы боролись до конца, но чемпиону хватило преимущества в классе, чтобы победно завершить эту встречу. Гагиашвили пробивая штрафной лихо закрутил мяч в девятку, но Филимонов разгадал его замысел. Не принес дивидендов в жемчужине и выход на зима Сулейманова, пока этот техничный игрок далек от своей лучшей формы. Спартак же под занавес матча мог увеличить счет. Особенно активен был Кеченов, изрядно протаранивший оборону сочинцев. Как и в случае с первым забитым мячом, москвичи вывели на ударную позицию Кеченова, но Ширко на этот раз не был готов к приему мяча. К сожалению, впечатление от матча немного подпортило судейство Николая Иванова, которое трудно было признать объективным.